Добрый день! Протерей Андрей Ткачев Не надо общаться с теми, с кем вам общаться тяжело. Когда вы общаетесь с одними людьми, то можете чувствовать легкое спокойствие и умиротворение. Если общаетесь с другими, то испытывайте злость, раздражение, нежелание общаться. В этом случае непонятно, почему люди реагируют агрессией и раздражением. Действительно им не нравится человек или это дьявольские козни. Присутствие в отношениях или жизни дьявола понять можно. Люди часто испытывают боль, давление, ссорятся и заканчивают отношения без причин. Если у вас похожая ситуация, то нужно попытаться избавиться от нечестивого. Читая регулярно молитвы, ходить в церковь и проходить таинство в церкви, причастие. А пока давайте разберем, что говорит Андрей Ткачев о том, может ли повлиять дьявол на наше общение и отношение, нужно ли заставлять себя общаться с тем, с кем не хочешь. Только ли люди испытывают раздражение при общении? Когда человеку не нравится новый знакомый, то он испытывает отторжение, не желает с ним общаться. Если вы думаете, что святые или сам Господь не испытывает подобных чувств, вы ошибаетесь. Конечно, святые легче воспринимали окружающих, а не понимали, почему один человек ведет себя агрессивно и зло. А другой наоборот, приятно и покорно. На людей гневаются даже ангелы и сам Господь. Любовь Бога абсолютная и одинаковая для каждого, но он может гневаться, испытывать удивление из-за человеческой глупости. Например, в Евангелии от Матфея, 17 глава, 17 стих, можно найти фразу. Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и разращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, переведите его ко мне сюда». Заметно, что Господь испытывает раздражение, но он по-прежнему принимает и любит человека, даже если чувствует это. Иисус страдал и мучился среди людей, но любил. Конечно, мы грешные, неполноценные, поэтому можем испытывать не только гнев, но и отталкивать людей, не любить их. И для человека это нормально. Ненормально принуждать и заставлять себя. Возможно, вы испытаете давление совести из-за этого, тогда можете попросить прощения у Господа за такую реакцию, помолиться Ему. Если вы будете регулярно по утрам обращаться к Господу, то сможете почувствовать себя, легче отпустить ситуацию. Главное, не делайте для галочки, а с сознанием и абсолютной верой покаяние. Потому что если вы будете наступать себе на горло, общаться с тем, кто вам не нравится, то рано или поздно чаша терпения лопнет. Тогда польются не только гнев, но и лютая ненависть, последствия будут неприятными. Когда не имеете спокойствия, знайте, что не имеете в себе смирения. Преподобный Лев Оптинский Нужно ли общаться с теми, кто не нравится? Если вам тяжело с человеком, то не общайтесь с ним. Не нужно лезть туда, где вы раздражаете кого-то. Из-за собственной неполноценности люди немилостивы и невеликодушны. Они просто сорвутся и устроят мордобой. Терпение можно испытывать наедине с собой во время тренировок собственной воли, духа и тела. Но не в отношении других людей. Если вы не приближаетесь к тем, кто вас раздражает, и не бесите других, то греха становится меньше. Люди расходятся и сбывают друг от друга. А если бы остались и попытались приступить через себя, то встреча бы закончилась с насилием, моральным или физическим. Даже поговорка есть такая – меньше знаешь, крепче спишь. Например, если человек грешит, любит драться, напиваться или убивать, то ему нужно отдаляться от триггеров. По-другому он не перестанет это делать. Вокруг куча соблазнов, которые его выводят. Поэтому, если вы понимаете, что рядом с этим человеком вы испытываете гнев, а кулаки чешутся, то просто отойдите. Затем развернитесь и уйдите подальше от соблазна. Только так можно эффективно бороться со своими грехами. Если мы будем постоянно дразнить себя ими, будто закаливать себя, то сорвемся. Ну, вот такую проповедь, я не знаю, верить или не верить, но вот я прочитал не от себя, а вот на сайте «Торжество православия», якобы протерея Андрея Ткачева. Вот сейчас очень трудно верить всему, чего написано, пока не услышишь голоса самого того человека, от которого ведутся вот такие репосты. А меня там многие обвиняют. Вот какой-то хрипатый старик, там что-то трещит. Я не обижаюсь. Правильно? Слава Богу. Уж простите, какой есть. Но я хочу сказать от себя. Я точно не помню, где в Евангелии сказано, если тебя соблазняет глаз, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Небесное, чем с двумя глазами в гену огненную. Если тебя соблазняет рука или нога, тоже оторви ее. Люди глупые и не совсем понимающие в духовных вопросах могут сказать, еще обвинить Евангелие. Как это так? Вырвать глаз? Но все же иносказательно в Евангелии, это Боже мой, все это говорится. Бог гневается. Но никогда не гневается ничего. Вот здесь тоже мы прочитали с вами. Как Антоний Великий говорил, Бог не гневается и не радуется. Тогда бы Он был самое несчастное существо. И на небе, и на земле Бог пребывает постоянно в любви. А мы, святой Антоний Великий, говорит, если делаем богоугодные дела, соединяемся с божеством. А если грешим, соединяемся с демонами, мучителями. Вот какие дела-то, понимаете? Поэтому и здесь я не совсем верю. Вот если слова Андрея Ткачева, что Бог раздражался. Да, конечно, нет. У Бога, Бог, Бога-человек Христос – это критерий, критерий, какими должны быть люди, созданные по Его образу. У Бога было все, кроме греха. Помните? И плакал Господь. И все было присуще Господу, только неукоризненные страсти. Понимаете? Поэтому нельзя так, что он раздражался. У Бога был гнев. Ну, какой гнев? Праведный. Праведный гнев. Когда кнут сделал, да, и выгнал всех продающих. Вот бы сейчас бы пришел. Я думаю, что погонял бы половину из храма. Как вот я часто хожу в монастыри, вижу, там сырые продают прям в притворе. Слава Богу, что не мясо еще. Труды монашеского, как говорится, рукоделия. Вот. Вот такие у нас вещи, дорогие друзья. Будем стараться, конечно, искать в себе недостаток больше, чтобы вернуть этот потерянный образ, по которому Господь нас сотворил. И простите меня, я не претендую ни на какую неученость, неправедность, никто. Г. Вот. Так что я просто говорю, что чтобы и мне самому исправиться, ну, чтобы не зря голос мой такой хрипатый и больной пропал, чтобы вы тоже послушали. Вот. Помоги Господи, простите. Помоги Господи.